История, которую я вам хочу рассказать, произошла... Нет, всё-таки странно начинать рассказ с глагола прошедшего времени. И знаете почему? Потому что события, о которых пойдёт речь, ещё только будут происходить, причём очень и очень скоро, в начале 22 века. Вы, конечно, удивлены и спрашиваете, откуда мне известно, что будет происходить через два с лишним столетия. Сейчас я вам объясню. Дело в том, что я прибыл из будущего. Да-да-да, вы не ослышались именно из будущего. Техника 22 века позволяет мне перемещаться во времени с той же лёгкостью, с которой вы, люди, века 20-го, путешествуете по автострадам и железным дорогам. Ой, однако я до сих пор не представился. Моя фамилия Селезнёв. Я профессор космобиологии и работник московского зоопарка. Всё началось с того, что в один прекрасный день дирекция зоопарка предложила мне возглавить экспедицию по соседним галактикам для сбора редких инопланетных животных. Я сразу же согласился и немедленно и минуты начал готовиться к полёту. Корабль наш назывался Пегас. Капитаном его был назначен мой старый друг, астронавт высшего класса по фамилии Зелёный. Этот парень действительно ас. Но при всём при том невероятный пессимист. Что бы ни случилось, он неизменно повторяет одно и то же. Добром это не кончится. Узнав о предстоящей экспедиции, Зелёный... Пегасу никогда не подняться. Хорошо ещё, что мрачные прогнозы Зелёного обладают одним очень отрадным свойством. Никогда не сбываться. Не прошло и недели, как Пегас уже стоял на космодроме в полной готовности. Незадолго до старта в небе над лётным пулем показалось грузовое космотакси. Увидев его, Зелёный вздохнул и обречённо пожал плечами. Сейчас разобьётся. Но космотакси не разбилось, а благополучно приземлилось возле Пегаса. Из такси выбежала буйкая старушка в спортивной куртке и старомодной розовой шляпке. Скажите, пожалуйста, вы летите за зверями для зоопарка? Да. Вы капитан Селезнёв. Простите, я профессор Селезнёв. Профессор Селезнёв. Всё сходится. А я Алиса. Вот это совершенно не важно. Важно то, что вы летите мимо Альдемарана. Что случилось? Ничего, просто вы повезёте тортик моему выдоху Коли у мальчика день рождения. Где тортик? Здесь. Разумеется, он здесь. В космотакси открылся грузовой люк. Из него выкатилась большущая тележка. На ней громоздилась гигантская пирамида из крема и теста. Это называется тортик? А как вы думаете, мой внук будет есть тортик один или с товарищами? Как вы думаете? Я ничего не думаю. Я никуда не полечу. Нет, вы полетите, капитан. Вы полетите. Московскому зоопарку нужны редкие звери. Спор со старушкой продолжался ещё полчаса. И завершился полной победой старушки. А ещё через полчаса пегас устремился в небо и взял курс на луну. Теперь настало время познакомить вас с ещё одним членом нашего экипажа. Моей дочерью, Алисой. Как вы вскоре убедитесь сами, это очень необычная девочка. Она не боится опасности и постоянно находится в поисках приключений. Прослышав о предстоящей экспедиции, Алиса ходила за мной по пятам. До тех пор, пока я клятвенно не пообещал взять её с собой. Узнав о моём решении, Зелёный, естественно, сразу же предупредил меня, что добром это не кончится. Однако протестовать не стал. Зная, что Алиса в экспедиции человек полезный, ведь она умеет ухаживать за животными. Путь от Земли до Луны не занял много времени. Благополучно приземлившись, мы выключили мотор и спустились по трапу на лётное поле. Завтра подзарядка и старт на планету Блук. Вот, сегодня будем отдыхать. А я на футбол. Сегодня здесь на Луне матч Земля-планета Фикс. Я пойду с Алисой. Правильно, её одну отпускать нельзя. Ну, мне уже девять лет. Ну, что может со мной случиться на Луне в двадцать втором веке? С тобой было бы полно хлопот даже в тихом двадцатом веке. Алисы с Зелёным ушли. А я решил, что неплохо бы выпить чашечку кофе. И отправился в здание космопорта. В дальнем углу ресторана сидел мой давний приятель Громозека. Археолог с планеты Чумороз. Увидев меня, он опустил на пол свои свёрнутые для удобства щупальцы и расплылся в очаровательной улыбке. Селезнёв. Селезнёв, старина! Ну, это же надо! Сколько световых зим! Сколько световых лет! Ты что здесь делаешь? Мы летим за зверями, Громозека. За зверями? Это замечательно! Ну, как дочка? Уже говорит? Слишком много говорит. Она уже второй класс кончила. Что? Стареем, стареем. Так второй класс говоришь, а? Да. Это надо отметить. Официант 400 капель валерьянки и салат. Робот-официант немедленно выполнил заказ известного археолога. Громозека внимательно изучил содержимое рюмки и скорчил недовольную гримасу. Ну, я же просил 400 капель. А тут 400 две. 400. У нас всё точно. Нет, но... Ты слышал? А-а-а! Все со мной спорят. Меня никто не любит. Да что ты говоришь? Тебя все любят, Громозека. Да? А ты слышал о планете капитанов? Да, знакомое название. Да там будет музей имени двух капитанов. Они вдвоём одолели джунгли и вредики. Они уничтожили гнездо пирата-глота. Они такой... Да-да, это я знаю. А ты знаешь, что капитаны встречали массу редких зверей? Ну, улавливаешь? Улавливаю, Громозека. Спасибо. А это далеко? Да, совсем рядом. Парсеков сто. О, кстати, директором там доктор Верховцев. Мой большой друг. Он тебе покажет дневники, капитан. Вон ты... Неожиданно в дальнем конце коридора, ведущего в холл космопорта, показался человек в сером плаще и коричневой шляпе. Доктор Верховцев! Доктор! Ну, почему он убежал, а? Ну, почему? А, это же надо. А ещё друг. Может быть, ты обознался? Может быть. Вот что значит две лишние капли валерьянки. Мы ещё целый час сидели за столиком, вспоминая старых знакомых и приключения, которые нам довелось пережить вместе. Но тут из глубины коридора послышались чьи-то быстрые шаги. И в зал вихрем влетела Алиса. Три-один в нашу пользу! Серегнёв! Это твоя малютка? Моя. Громозек ласково обнял Алису своими щупальцами и поднял до самого потолка. В этот момент в зал вошёл зелёный. Увидев Алису, бьющуюся в щупальцах громадного чудища, он бросился на Громозеку и с разбегу врезался в его круглый живот. Удивлённый и возмущённый Громозека обхватил зелёного свободными щупальцами и посадил на люстру. Хулиган! И лукаво подмигнул Алисе. Ой, снимите зелёного! Это он меня спасал! И не подумаю. Будет знать, как кидаться на великих археологов. Привет! Громозека покинул зал ресторана, распространяя вокруг себя острый запах валерьянки. Чтобы снять зелёного с люстры, нам с Алисой пришлось взобраться на стол. Безобразие. Ну, что у нас плохого? Мы летим на планету капитанов. Да здравствует капитаны! Это хорошо не кончится. На следующее утро, подзарядив топливные баки Пегаса, мы стартовали с лунного космодрома и взяли курс на планету капитанов. Подлетая к поясу астероидов, окружающих планету, мы заметили небольшой космокатер, за штурвалом которого сидел пожилой человек в сером плаще и коричневой шляпе. Осторожней! Астероиды очень опасны! Следуйте точно за мной! Следуя за космокатером, мы благополучно приземлились на небольшом космодроме. О! На этот раз обошлось. Человек вышел из космокатера и приподнял шляпу в знак приветствия. Это и был доктор Верховцев. Добро пожаловать! На площади перед космодромом возвышались две каменные статуи. Это же надо! Я про них в школе учила! Ты права, детка. Это капитаны Ким и Буран. На своем корабле «Синяя чайка» они облетели всю Вселенную. Доктор Верховцев похлопал Алису по плечу и пригласил нас к себе домой. Комната доктора представляла собой небольшой закуток, заваленный книгами и микрофильмами. Садитесь. Чем обязан? Мы ищем редких зверей, а капитаны были на многих планетах. Хотите чаю? Нет, спасибо. Сначала мы хотим посмотреть дневники капитанов. Вам нужны дневники? Доктор изменился в лице и зачем-то полез под кровать. Вы покажете дневники? Нет у меня дневников. Может, нам уйти? Конечно. Приятно было познакомиться. А где сейчас с капитаны? Я ничего не знаю. Я никуда не летаю. Мы покинули жилище доктора Верховцева и направились к Пегасу. Но не прошли мы и половину пути, как над нашими головами прогудел взлетающий космолет, в кабине которого сидел никто иной, как доктор Верховцев. А говорим, что никуда не летает. Все это очень странно. Не люблю я этих тайн и загадок. А я очень люблю. Покинув планету капитанов, мы около трех суток блуждали в межзвездном пространстве, пока, наконец, перед нашими иллюминаторами не засверкал красно-желтый шар. Планета Блук. Начинаю спуск. Здесь меняют и продают самых удивительных животных. Как только Пегас произвел посадку, и мы спустились по трапу на летное поле, к нам сразу же подошли двое служащих, охраны космопорта. У каждого из них на голове росло по три здоровенных уха. Видимо, за это жители планеты Блук и прозвали Ушанами. Прекратите сквозняк, а то ребенка простудите. У нас несчастье. Перебили всех говорунов. Это сделал он. Грустный Ушан вынул из кармана потрепанную фотографию, на которой был изображен человек в сером плаще и коричневой шляпе. Доктор Верховцев! Зачем директору музея убивать говорунов? Откуда мы знаем? Это странное и не слишком приятное известие несколько омрачило наше бодрое настроение. Из космопорта мы отправились в гостиницу, чтобы немного отдохнуть с дороги. В дверях отеля я столкнулся с одним своим очень хорошим приятелем. Здравствуйте, профессор! Добрый день, штурман Башев! Вы тоже за зверями? Нет, мы летим на Альдебаран. Пап, смотри, кто там! Подняв голову, извините, я увидел мелькнувшее за стеклянными шторками третьего яруса лицо доктора Верховцева. Простите, в каком номере остановился доктор Верховцев? В восьмом. Спасибо! Восьмой номер располагался в самом конце длинного гостиничного коридора. Я постучал в дверь. Та отворилась. И на пороге показался толстяк в черном кожаном костюме. Зеленый вынул из кармана фотографию Верховцева и протянул ее толстяку. Этот человек ушел. Давно? Вчера. Странно все это. Отдохнув и позавтракав, мы отправились на птичий рынок. Даже мне, опытному космобиологу, было очень трудно разобраться в том, что мы там увидели. Животные были разнообразны, а владельцы их и того разнообразнее. Я подошел к синей птице, стоящей на трех желтых ногах. От нее тянулась цепочка к составленному из разноцветных шаров инопланетянина. Скажите, пожалуйста, сколько стоит эта птица? Махал! Это я его продаю! И рассерженная птица больно тюкнула меня по голове своим длинным острым клювом. Продолжив путь, мы остановились у клетки, в которой сидело существо с туловищем тигра и головой крыси. Это тигра-крыс с планеты Пенелопа. Он питается дикими быками. Осторожней, пап! А вдруг он и профессорами питается? Но, зная о дружелюбном характере тигра-крыса, я с легкостью раздвинул пластиковые прутья клетки и бесстрашно шагнул внутрь. Так, так. Правый хвост длиннее. Папа, здесь рыбы! Аквариум пустой. Все так думают. Папа, это же невидимые рыбы. Так не бывает. Бывает. Только не все верят. Возьми. Это шапка-невидимка. Спасибо. Алиса протянула ладошку и торговец вручил ей крошечный лоскуток прозрачной ткани. Не успели мы отойти от столика с невидимыми рыбками, как под ноги нам бросилось странное существо, с виду напоминающее небольшой кирпичик. Оно имело четыре тоненькие ножки и постоянно меняло свою окраску. Следом за ним неслась толстая, но проворная сороконожка в блестящем скафандре. Помогите! Ну, помогите же! Помогите! Простите, что это за животное? Это индикатор. Он все понимает, но не говорит. Он только меняет цвет. А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовый в крапинку. Нет-нет-нет, спасибо. Спасибо, не надо. Лучше вы нам его продайте. Он не хочет. А ты хочешь, чтобы нам тебя подарили? Хочет. Ну, тогда берите. Я только скорей, а то я передумаю. Сороконожка взмахнула десятью передними лапами и кирпичик-индикатор плавно опустился на руки Алисе. Папа, там корова. Это Склис. Он ничей. Склис помахал своими прозрачными, как у комарика, крыльями и без особого труда поднялся в воздух. Он летает. Это замечательно. Папа, давай возьмем Склиса. Я буду на нем в школу летать. Ну, если так хочешь, давай возьмем. В этот момент над нашими головами раздался гон космокатер. Ну, что у нас плохого? У нас хорошее. Мы Склиса нашли. А она, то есть, а он в катер не влезет. Склис, домой. Услышав голос новой хозяйки, Склис послушно сложил крылья и плавно спланировал на космокатер Иллионову. Это возбудительно. Если коровы станут летать, то мне в космосе делать нечего. Космокатер скрылся из виду, и мы продолжили путь по птичьему рынку. Но говурунов нигде не было видно. Последний торговец, встретившийся на нашем пути, оказался старым ушаном. Он сидел низко, опустив голову, и тяжело вздыхал. Могу предложить пургуру. Нет, благодарим вас. Нам бы такую птицу, которую никто не видел. Жаль, что всех говурунов перебили. Говурунов? Да. А что это были за птицы? Они могли говорить и летать в мир звезд. Неожиданно к нам подбежал другой ушан. Он схватил меня за рукав и доверительно заглянул мне в глаза. Могу предложить говуруна. Это прекрасно. Но почему шепотом? Потому что я боюсь. А что случилось? Однажды ко мне в дом залетел израненный, еле живой говурун. Я его выходил. А вчера пришел один человек с земли и просил продать говуруна. Я отказал ему. Человек рассердился. И сказал, что нам с говуруном не жить. С этими словами ушан достал из специального сундучка птичью клетку. Ой, такая птица сидела на плече у капитана Кима. Если не боитесь, берите. Мы не боимся. Прощай, друг. Прощай, друг. Ушан убежал, даже не пересчитав деньги. А мы с Алисой свернули на пустынную дорожку, ведущую к гостинице. Но не успели мы пройти и десяти шагов, как путь нам преградили двое солдат, выскочившие из грузового контейнера. Засада. Настоящая. К сожалению, да. Я мигом схватился за рацию, висящую у меня на поясе. Зеленый, Зеленый, слышишь меня? Зеленый, на помощь, на помощь. Слышу, слышу, но я разобрал катер. И вдруг мы увидели, что нам на помощь спешит какой-то человек. Штурман База! Вместе со штурманом мы в два счета одолели злодеев. Один из них рухнул на бетонную площадку, голова его отскочила в сторону, и из нее посыпались лампочки, болтики и микросхемы. Это роботы, управляемые по радио. Через несколько минут к нам подлетел Зеленый. Оглядев поле боя, он тяжело вздохнул и развел руками. Ну вот, я же предупреждал. Вернувшись на корабль, мы с Зеленым занялись изучением купленных на рынке животных. А Алиса решила немного поэкспериментировать с шапкой-невидимкой. Это здорово! Теперь можно будет подглядывать тетрадки к отличникам. Мы с Зеленым очень удивились, когда, войдя в, казалось бы, пустую каюту, вдруг обнаружили в ней сидящую у зеркала Алису. Откуда ты взялась? А я... Откуда ты взялась? Мы обернулись и увидели Говоруна, широко раскрывшего свой красный клюв. Ты полетишь кем? Да. Будет трудно, кем пришлешь Говоруна. Я приду на помощь. Спасибо, Буран. Это голоса отважных капитанов. Значит, это тот самый Говорун. Держи курс на систему, Медузы. Папа, мы должны полететь туда. Это капитан Ким послал Говоруна за помощью. Опасно. Давайте лучше вызовем с земли патрульный корабль. Неожиданно за дверью послышался странный шорох. Там кто-то есть. Я на цыпочках подкрался к двери и распахнул ее резким толчком ладони. На пороге стоял уже знакомый нам толстяк. Простите, примите от меня подарок. Это алмазная черепашка. Какая красавица. Но нам нечего подарить вам взамен. Подарите мне этого попугая. Это исключено. Ладно. Тогда берите так. До свидания. Мы еще увидимся. Запомните. Меня зовут Весельчак У. С этими словами толстяк повернулся к нам спиной и затопал вниз по трапу. Зеленый, как всегда, был настроен скептически. Ох, не нравится мне этот Весельчак. Держи курс на систему, систему Медузы, Медузы. Так, решено. Мы идем к системе Медузы. Ура! Ой, а как же быть с тортом для Коли? Я предупреждал. Ничего, торт отвезет штурман Басов. Он летит на Альдобаран. На следующее утро Пегас покинул планету Блук и взял курс на систему Медузы. Два дня полет проходил без особых осложнений. На третий день неожиданно заработала корабельная рация дальней связи. Получен сигнал СОС с планетой Шелезяка. Внимание, внимание. У нас эпидемия. Помогите, кто может. Кто может, помогите. Зеленый нажал кнопку электронного справочника, и тот выдал необходимую информацию. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Придется помочь. Мы повернули корабль к терпящей бедствии планете. И уже через час Пегас опустился на пустынное поле местного космодрома. Двери в космовокзал были распахнуты настиж. Внутри также все было пустынно и тихо. В большом сером динамике, висящем под потолком, послышалось какое-то журшание. А затем раздался скрипучий голос. Идите наверх! Идите наверх! Мы поднялись по лестнице и увидели сидящего за столом робота. Заметив нас, он вздрогнул. И в его железном животе что-то забулькало. Спасибо, что прилетели. Не дум... Не дум... О! Спаси... Спаси... Бо! Зеленый проверил у робота шарниры и пожал плечами. Смазка есть. А мы пока пойдем посмотрим, что у них творится. Наверное, я последний. Мы с Алисой отправились осматривать остальных роботов. Те ворочали глазами, мигали лампочками, но пошевелиться не могли. Они живы, но парализованы. Ну, как? Я так и знал. Как у тебя дела? А-а-а! Нам пришлось немало повозиться, прежде чем первый робот смог подняться на ноги, пройтись по залу и вскинуть руки в знак «Благодарность». «Борогой пришелец, вы спасли меня! Здравствуй, смелая птица!» А откуда вы знаете Говоруна? Однажды он прилетел к нам со сломанным крылом. Пришлось заменить его протезом. А недавно к нам прилетел человек. Он искал смелую птицу. Он был в шляпе? В шляпе. Все ясно. Это был Верховцев. Когда он узнал, что мы вылечили птицу, он страшно разозлился. А когда он улетел, у нас началась эпидемия. Он подсыпал вам в смазку алмазную пыль. Придется смазку менять. Гениально. Оставайтесь. Будете гениальным механиком планеты. Спасибо. У меня и так забот хватает. Ну, тогда я пошел смазку менять. Довольные тем, что спасли от гибели целую планету, мы устремились в открытый космос и продолжили свой полет. Система Медузы затерялась на самом дальнем конце нашей галактики. Вокруг огромной звезды с длинными, словно волосы, протуберанцами вращались всего лишь три планеты. Первая планета системы Медуза. Здесь нам делать нечего. Вторая планета системы Медуза. Идем на посадку. Вторая планета оказалась пустынной и мрачной. Над ней гулял холодный ветер, и плыли им мрачные тучи. Неожиданно мы увидели неподалеку космический корабль и выходящего из него человека в скафандре. Синяя чайка! О, обошлось. Теперь не нужно никого спасать. Капитан Ким! Подождите! Подождите! Однако мелькнувший впереди человек исчез так же неожиданно, как и появился. Вместе с ним исчезла и синяя чайка. Это были миражи. Мы остановились у кромки кратера, покрытого необычайного вида кораллами. Ну вот, познакомьтесь с жителем этой планеты. Они умеют изображать то, что видели. Словно в подтверждении моих слов, кораллы по очереди изобразили сперва меня, потом зеленого, затем Алису и, наконец, Говоруна. Говоруша, это планета или нет? Ищи на третьей планете. Ищи на третьей планете. Птицы считать не умеют. А капитаны умеют? А умеют, а еще как? Ну, тогда, значит, все правильно. Ну что ж, друзья, летим, летим к третьей планете. Мы взошли на корабль и дали ключ на старт. Оторвавшись от поверхности планеты, мы увидели в иллюминатор точную копию нашего Пегаса, парящую в воздухе над чудесными кораллами. Третья планета системы Медуза оказалась куда более привлекательной, чем первые две. Зеленый, конечно же, был в своем репертуаре. Уж больно здесь красиво. Жди беды. Да ничего с нами не случится. Человек-царь природы. Только звери об этом не знают, они неграмотные. Когда мы спускались по трапу, над нами пронеслась птица с острыми, как стрелы, перьями. Берегись! Вы что, в прятки играете? В прятки? Видишь, царь природы, это перо птицы Крок. От корабля ни на шаг. Ясно? Ясно, но у меня идея... Идея подождет. Но Алиса, конечно же, не послушалась нас. И ушла слишком далеко от корабля. Алиса! Алиса, назад! Но было поздно. Птица Крок подхватила Алису и понесла в сторону горных вершин. Мы с Зеленым прыгнули в космокатер и рванули следом. Птица отнесла Алису в гнездо, где сидели четыре голодных птенца. Мы с Зеленым подоспели как раз вовремя. Птенцы уже щелкали своими длиннющими клювами. Алиса! А птенцы меня не обижали. Мы играли и было весело. Ты чего же ты с корабля ушла? Как маленькая. Мы пошли с Гавруном капитана искать. А чего искать? Капитана здесь нет. А, значит нет. А это что? Алиса протянула мне кусок корабельной обшивки с надписью «Синяя чайка». Откуда это у тебя? В гнезде нашла. Ну и везет же тебе. Смотрите, Гаврун нас ждет. Бежим за ним. Гаврун привел нас на поляну, где росли удивительные цветы, напоминающие подсолнухи, но только зеркальной серединкой. Зеркала и вдруг растут. Отойди, разобьешь. Отнесем это зеркало на Пегас. На Пегасе Алиса долго стояла перед зеркальным подсолнухом и корчила смешные рожицы. Внезапно ее собственное отражение исчезло. А вместо него в зеркале возникла физиономия зеленого. Зеленый! Там в зеркале ты! Кино наоборот. Все ясно. Это зеркало из тоненьких пленочек. Они нарастают, пока цветок живой, и фотографируют все, что видят. А сейчас эти пленочки испаряются. Одна за другой. Через несколько секунд отражение зеленого сменилось отражением человека в сером плаще. А, смотри, Верховцев! И Весельчак с ним. Значит, они знакомы? Значит, они где-то здесь? Я предупреждал. В этот момент в каюту влетел Говорун. Держаться нету больше сил. Держаться нету больше сил. Он видел капитана Кима. Капитан где-то здесь. Неожиданно за нашими спинами послышался странный звон. Обернувшись, мы увидели, что зеркальный подсолнух разбит. Кто это сделал? Из груды зеркальных осколков выкарабкалась и пустилась на утек алмазная черепашка. Глупая. Зачем убегаешь? Ты же редкое животное. А ну-ка, дай мне ее. Зеленый вскрыл черепашки панцирь и обнаружил под ним подслушивающее устройство. Чудо враждебной техники. Это она цветы погубила. Здесь, оказывается, микрофон есть. Значит, они все слышали. Давайте перелетим на зеркальную поляну. Там безопасней. Ну, а перелетев на поляну, мы увидели, что она пуста. Куда-то исчезли все зеркала. Это добром не кончится. Увы, на этот раз зеленый оказался прав. Поляна перевернулась, подобно крышке чайника, и пегас рухнул в бездонную темень колодца. Алиса! Я здесь. Я же предупреждал. Фу! Ой! Никогда себя не прощу. Не горюй, зеленый, выберемся. Я достал фонарь. И направил вперед мощный луч света. Тот уперся в массивную каменную стену. Как же мы сюда попали? Как в чайник. Крышку, значит, открыли, нас пустили, а потом закрыли. Похоже. Выйдя из корабля и пройдя шагов десять, мы увидели, что кроме пегаса в яме стоит еще один корабль. Синяя чайка! Неожиданно над нашими головами вспыхнул яркий свет. Из высокого потолка на нас упала огромная металлическая сеть. Если я сдам, руки вверх! Прикрыв ладонью глаза, я посмотрел в ту сторону, откуда раздался голос. По блестящему настилу пещеры к нам подошли весельчак У и доктор Верховцев. Где птица? Не дождавшись ответа, Верховцев кивнул весельчаку. Посмотри на пегасе. Есть, шеф! Толстяк пробрался на пегас и через пять минут появился с говоруном в руках. Как вы смеете? Охота на говорунов строго воспрещена. Говорунов строго-строго воспрещена. Заткни ему глотку. Ну, если ты так просишь. Но не успел толстяк поднять руки, как за его спиной возникла невидимая Алиса. Она изо всех сил ударила толстяка коленкой в спину и тот, шлепнувшись на пол, выпустил говоруна. Ты чего падаешь, ротозей? Я не упал, шеф. Меня уронили. Вот я тебя уроню, не встанешь. Я поищу говоруна. А ты изложи ему нашу точку зрения. Будь сделана. Верховцев подошел к синей чайке и постучал пальцем по входному люку. Слушай, капитан, мы схватили двух ротозеев. Так вот, не отдашь формулу, мы их стерки и чик-чик. Начинай. Остановись. Сначала я скажу несколько слов этим людям. Даю минуту. Я добрый. Бандиты пронюхали, что мне известно формула абсолютного топлива. Мы не бандиты. Мы благородные пираты. Бандиты передали отсюда сигнал СОС. Когда я спустился на планету, синяя чайка провалилась. Мне удалось выпустить говоруна. Кончилась твоя минута, Ким. Считаю до трех. Один. Ба. Ну как? Молчит? Ха! Сейчас заговорит. Три. Остановитесь. Я выхожу. Капитан Ким вышел из корабля и, изловчившись, схватил толстяка за шивора. Бедняга-толстяк побелел, как мел и замахал руками. Не стреляйте! Не стреляйте! А в это время Алиса блуждала по пещере в поисках выхода. Говорун! Говоруша! Ты знаешь выход? Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Говорун полетел вперед, ведя Алису по длинному узкому туннелю, в конце которого вскоре забрещил свет. Выбежав из пещеры, Алиса увидела стоящий на поляне космический корабль. Капитан Буран! Рядом с капитаном стоял уже известный нам человек в сером плаще. Капитан, берегитесь! Верховцев предатель! На самом деле же все оказалось совсем не так. Это стало ясно через несколько минут, когда капитан Буран и доктор Верховцев вбежали в пещеру. Сдавайтесь! Вы окружены! Брось пистолет! Настоящий доктор Верховцев подошел к своему двойнику и схватил его за шиворот. А ну, самозванец, покажи свое настоящее лицо. Самозванец скривил рот и замахал руками. Я буду жаловаться. Я директор музея. Но настоящий доктор Верховцев схватил двойника за нос и быстрым движением руки сорвал с него оболочку. Тут-то мы все и увидели, что под ней скрывалось другое существо, не человек. Мнимый доктор Верховцев выхватил из кармана ампулу с ядом и, раздавив ее зубами, замертво рухнул на каменной пол пещеры. Он себя убил! Не верьте ему! Это глас планеты Катрук! Он притворяется! Убейте его! Зачем убивать? Пусть люди посмотрят на последнего пирата. Так ему и надо предателю! Молчи, Весельчак! Ты виноват не меньше! Даю слово! Кляну здоровье моей мамочке, что больше не буду! Будет! Я его знаю! Потом разберу их на запчасти. Ким! Буран! Как ты нас нашел? Я был на Марсе и вдруг прилетает мой друг Верховцев. Да, я страшно беспокоился. Кто-то забрался в музей и пытался украсть дневники капитанов и планы Синей Чайки. Представляете? И тут вы прилетаете. Вы нас заподозрили. Ну, конечно! Я тут же помчался к Бурану. Когда мы отправились с доктором на поиски, то встретили Громозеку. Хулиган и невоспитанный тип. Почему? Он добрый и веселый. А как вы нас нашли? Очень просто. А Тушана, друга Говоруна, мы узнали, что птица говорила ему про систему медузы. Птица Говорун отличается умом и сообразительностью. Отличается умом, отличается сообразительностью. капитан Буран подошел к весельчаку и навел на него серебристый бластер. Скажи, как открывается ловушка. Если освободите, скажу по-дружески. Если ты не скажешь, нам поможет твой друг Глот. Я готов. Я же шутил. Уж и пошутить нельзя. Весельчак подбежал к стене, перевернул один из кирпичиков и нажал на замаскированную под ним кнопку. Стена медленно поползла вверх и через минуту вход в пещеру был открыт. Ну вот, капитаны снова вместе, как в добрые старые времена. А вы еще полетите куда-нибудь? А что? Хочешь с нами? Я, конечно, не напрашиваюсь. Ой, Алиса, ты именно напрашиваешься. Мы вышли из пещеры и направились к своим кораблям. Когда мы с Зеленым уже подходили к Пегасу, в небе раздался пронзительный свист и на поляну с грохотом опустился оранжевый космокатер. Из него выскочил вооруженный до зубов громозека. Ни с места и немедленно освободите моих друзей. Громозека, нас уже освободили. Так. Опоздал. Нет, ну это же надо, а. Ах, как мне не везет в жизни. Ну тогда хоть, хоть покажите мне живого пирата. Пожалуйста. А где Толстяк? А Толстяка в это время голодная птица Крок подхватила своими цепкими лапами и понесла в сторону горных вершин. Не стреляйте! Он разобьется! Понесла своим птенцам новую игрушку. Так и закончилась наша экспедиция. На обратном пути мы произвели посадку еще на нескольких планетах, но никаких особых приключений там не встретили. что-то Девушки отдыхают Алиса, тебе учиться надо Да ладно, пап, не расстраивайся Может, мы и тебя возьмем Биологи в любой экспедиции нужны Спасибо, Алиса Ты настоящий друг Спасибо, Алиса